Ребятки, всем привет! Вы на канале Пиратская Жиза, я, как всегда, Нина. Проголодалась, реально проголодалась, безумно проголодалась после того, как я поела обычный суп. Всё, я больше ничего не ела. И вот на ужин я решила попробовать ту самую индейку, которую я готовил мой любимый муж. Да, ребятки, сделала я себе её со спагетти, вот с такими длинными-длинными-длинными красивыми спагеттями. Давайте покушаем. Ребятки, налила себе ещё немножко пивка, у меня как раз была баночка безалкогольная. Также на сладкое себе, смотрите, порезала дыньку, одну хурму, прям вообще красота, вкуснота. Ваше здоровье. В общем, я проголодалась вообще безумно, безумно, ребята. Знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас сделаю. Вы сейчас будете в шоке. Да, мы не летим в Абхазию, мы не летим в Абхазию, но это не значит, что мы никуда не летим. Мы летим, но мы летим в Сочи, мои хорошие, мы летим в Сочи, Сочи, Сочи. В общем, провела я стрим. И как мне сказали люди, что нет смысла лететь в Абхазию. Типа там делать нечего, сюда-сюда, в связи с пандемией там всё закрыто, вот, могут быть проблемы. Плюс там может быть очень скучно и все дела. Вот, проскинусь в макгаме, в своей башне, в общем, совместными усилиями. Я подумала, что, мне кажется, отличный вариант именно полететь в Сочи. Потому что, если мы захотим в Абхазию, если мы захотим на озеро Рица, можно, пожалуйста, взял экскурсию, или ты там. То есть, грубо говоря, убивая двух зайцев, одним выстрелем. Ммм, кстати, очень вкусно. А тут, ребятки, получается такая фигня, что, во-первых, очень большое значение имеет интернет. Конечно, местный Wi-Fi это здорово, но не факт, что он там будет работать. Мне кажется, на самом деле, в Сочи будет намного веселее. Во-первых, потому что у нас там есть зрители, которые нас смотрят. Они там будут. И, во-вторых, возможно, наша подписчица Дарья тоже на это время прибудет. Да-да-да. У нее, кстати, день рождения со мной в один день. Прикиньте вообще. В общем, насчет шашлыков и прочее. Там все тоже это есть. В столовке тоже это есть. То есть, не так уж и это дорого. То есть, знаете, я не настолько богата, чтобы отдыхать в Сочи. Да, конечно, в дорогих отелях, в дорогих ресторанах там дорого. Но там есть и достаточно бюджетный отдых. Я думаю, мы его найдем. Разумеется, вам все покажем. Кстати, как вам сегодня мой стиль? У меня очередной сарафанчик. Да. Кстати, моя хорошая, я заказала еще сарафанчики. Я заказала сарафанчики из Василечка. Так что, смотрите. Так, значит, мне надо сделать заставку. Не знаю, что выберет YouTube. Кстати, YouTube почему-то выбирает странные заставки. Что ему одно нравится, что ему другое нравится. Ну, ему очень нравятся эмоции. Вот, видите. Там, типа, еда там. Такое. Извините, покривлялся немножко. Вот. Плюс я подумала, что, смотрите. Во-первых, почему именно Сочи? Потому что близко Абхазии. То есть, можно поехать в любой момент. То есть, если так приспичило, можно съесть в Абхазию на экскурсию. То есть, господи. Стоит туда ехать или не стоит? А, понятно. Мне тут Вовчик скидал. Где был дядь Леша у нас отдыхал? Я выбрала отель, кстати говоря. Выбрала отель Сочи Парк Отель. Да, конечно, мне писали, что там плохая еда. Там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но еда, знаете, мы не за завтраками туда едем. Завтрак максимум. Там перекусить что-нибудь такое, знаете. Там и все. Ну. А так уже питаться будем в городе. Пройдемся по всем столовкам. Обязательно. Вот. Я очень хочу, на самом деле, посетить олимпийские объекты, которые строились в городе Сочи. Потому что, мне кажется, было бы очень здорово. Слушайте, паста вообще огонь. Вкусно. Прям балдеж. Она прям горячая. Я как ее люблю. Ням-ням-ням-ням-ням. Да-да-да-да-да. Это Кавказ. Да-да-да-да-да. Та-ра-да-да. В общем, завтра мы идем покупать путевку. Да-да-да. Мы завтра идем покупать путевку. И все. Уже я, наконец, этот вопрос слышу. Кстати, вот без прикола. Когда я смотрела два дня назад, и та же и Абхазия, вот тот отель, который я выбрала, сам Палас Абхазия, Гагар, он стоил 44 до 10 ночей. Сейчас он стоит 49. По Сочи парк-отель стоил 39. Сейчас он стоит 44. В общем, короче, пипец какой-то, блин, по ценам. Я не знаю, в чем прикол. Буквально за два дня цены на 5000 выросли. Это жопа какая-то. В общем, давайте, чтобы жопа не повторялась. Чтобы уже, наконец, когда-то уехали. А я в любом сучку от уеду. Мне пофигу. Я, блин, я уже даже Сочи, я уже даже Крым рассмотрю. Вот, в общем, поедем в любом случае. Чин-чи. А я ни разу не была малинка до этого дня, точнее до вечера. Не, ну, конечно, хотелось бы, конечно, побывать в Сочи. Знаете, вот эта фраза, я не настолько богат, чтобы отдыхать в Сочи, она, конечно, очень такая интересная, но я хотела побывать в Сочи. То есть я хотела посмотреть. Ну, посмотрела там вроде и ресторанчики, и кафешки есть достаточно с адекватными ценами. Конечно, на территории отеля питаться будет очень дорого. Вот, и я это понимаю. Вот, мы там не будем питаться. Вот, ну, чисто вот как вот вариант. Очень неплохо, мне очень просто понравилось то, что он внутри. Такие, знаете, номера такие хорошенькие, чистенькие. Есть бассейны. Вот, есть там Wi-Fi. То есть можно там вечером даже погулять, там туда-сюда. Вот. Как вам моя идея? Лочи сказал почву. Главное, чтобы было мясо, была рыба, пиво и, соответственно, вино. Всё. Вот, что человеку для счастья на нам. Понимаешь? Ну, а мне вот важно, чтобы был интернет. Мы поедем, например, у меня же есть свой, мегафонский, типа, самый быстрый интернет. не сказал бы, что он самый быстрый. Будет здорово. Блин, а если Даша ещё приедет, это будет огонь. ух, мы там оторвёмся. Ух, мы там оторвёмся. Такая довольная. Вообще, наконец-то закончила ДПП. Кстати, хочу отдельно выразить огромную благодарность анониму, который у нас был на стриме. Спасибо. Спасибо. Прям помогли. Нет, даже, знаете, вы не в плане помогли выборов, вы помогли в плане свободы выбора. То есть, в том плане, что, может быть, я бы и хотела в Сочи, да? Ну, я говорю, ой, в Абхазии подешевле, там, туда-сюда. А тут у меня есть возможность всё-таки посмотреть и то, и другое. Я думаю, за 10 дней мы обязательно съедем ещё и в Абхазию и посмотрим Абхазию. Да. По крайней мере, там недалеко. Возможно, какой-нибудь даже хостел снимем. Там, может быть, ну, денёчек на два съедем и исследуем Абхазию. Потому что, ну, в Сочи же все 10 дней не просидишь. Всё, Нина умный. Нина пытается убить 10 зайцев подряд, чтобы все были довольны и зрительно, и Нина, и Вован с мясом. И Абхазия, и Сочи. Всё. А что я заслужила? У меня такая чрезвычайная, это больная. Мне так хочется вам это всё показать. Ребята, мне очень хочется вам это всё показать. Понимаете? Не просто вот вдвоём, то есть, ну, поехали вы, поехали. Мне хочется вам показать. Да. Чтобы вам понравилось, чтобы вы с нами гуляли. Будем обязательно стримы делать с моря. Вообще, просто вот вдоль моря идти гулять, там, показывать море и так далее. То, что, к сожалению, у наших зрителей не получилось выехать за границу, ну, вообще, куда-либо в этом году. Но мы путём, так сказать, риска для жизни, в период карантина, понимаешь, пандемии, едем. Всё, я довольна. Я довольна. У меня мысли прям. Сегодня будут сидеть, изучать Сочи. Сочи на две ночи. Да, сейчас здесь у нас есть подписчики из Сочи или из-за длины. Ребятки, отпишитесь. Отпишитесь. Давайте встретимся. Давайте поболтаем. Встретимся. Там, обсудим что-нибудь. Поснимаемся. Может быть, вы блогер. Обращайтесь. Блинка, вкусно. Вкусно. Кстати, получилось очень, очень не жирно. Учёк много жира не добавляю. Ну а насчёт Абхазии, я думаю, мы съездим на разведку, вот, и если там действительно так неплохо, мы обязательно вернёмся туда. Вот, через какое-то время, возможно, весной, и посмотрим. А так, мне, кстати, знаете, что писали? Типа, возьмите путёвку, ну, в смысле, не берите путёвку, съездите сами. Я посмотрела, цены на эти даты, на самолёт, стоят 36 тысяч. Авиакомпания Россия, 36 тысяч, все дела. Есть там, конечно, другие варианты, но там очень неудобное время, и плюс, сколько там получается. В общем, короче, время не очень удобно. Ну и плюс тоже, знаете, там снять отель, ну не отель, там, хотя бы даже, не знаю, квартиру, вот, тоже это в копеечку вылетит. Так что, по сути, знаете, я просто хочу отдохнуть на свой день рождения. Хочу отдохнуть прям вот буквально вот немножко. Всё. Главное, не париться. Я хочу, чтобы у меня был головняк из-за этого интернета. Сюда потом бегло. Ой, господи, у меня нет интернета, пипец. Что же делать? А тут я буду знать, что если у меня нет интернета, я включила свой мегафон, и всё. все покажем, что расскажем. Ну вдруг кто-то не был. А тебе сильно понимаешь, что кто-то не был? Кстати, у меня тут просили передать привет. Очень просили. Я просто не могу этому человеку отказать. Мне писала девочка одна. Она пишет. Здравствуйте. Можете поздравить Юлю с днём рождения? Пожалуйста. Она очень хочет, чтобы какой-нибудь мукбанкер её поздравил. Я её подруга Ева. Ей сегодня исполняется 13 лет. Юленька, поздравляю тебя. С днём рождения. Всего тебе самого хорошего. Растей большая, сильная, умная, красивая. У тебя всё получится. Главное верить, для этого стремиться, и всё у тебя будет отлично. Юленька, тебя поздравляю с днём рождения. Правда, ты увидишь это уже завтра, но тем не менее, поздравляю. Так. Тут Даша уже пишет. Ура, 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 ура. Я надеюсь, что она всё-таки приедет. Надеюсь, всё получится. Я не хочу загадывать. фу-ть-фу-ть-фу. Потому что я загадывала в прошлый раз у меня вот ничего не получилось. А в этот раз я надеюсь, всё получится. Так, я уже... я уже наелась практически. Я уже, видите, сытым. Так, у меня здесь были комментарии. Кто-то, что-то. Да-да-да. Приятного аппетита. Нина беззубая. как всегда. Зайдёшь, комментарий, то к себе испортишь всё настроение. Реально всё съешь. Всё съем. И вас съем. Да, кстати, насчёт этой, насчёт Турции. Мне скинули ещё одно сообщение. Там девочка, короче, живёт в Турции. Вот, рассказывает, что сейчас турки ввели новые правила, опять, да, то, что везде, даже на пляжах, в общественных, нужно ходить в Москву. То есть, там сейчас очень участились случаи заболевания, вот, из-за того, что, видать, из-за приезжих. Вот, они решили обезопаситься. Так что, такие дела. Та-ра-та-та. Ваш здоровье. Вкусно. Вовчика осталось работать. Две смены. По две. Всё. А потом, на две недели, все две недели, он будет со мной. Это лучший подарок на мой день рождения. Две недели с мужем. Кайф. Да-да-да-да-дам. Угу-гу-гу-гу-гу. Всё хорошо. Всё хорошо кончается. Да. У меня были мысли. Конечно, в Сочи. Хотелось, знаете, мне даже не сколько в Абхазию хотелось, мне хотелось просто за границу. Потому что, ну, ты по России, Россия. Потому что поставлю в такие рамки, что либо Сочи, либо Крым, либо Турция. Всё. Ну, хотелось уже хоть куда-нибудь, только не в эти вот перечисленные страны. Вот, подвернулся Абхазия. Ну, блин, там цена, конечно, тоже вообще, знаете, ломит вообще нормально. Такие прям вообще приличные. Да, конечно, отель в Абхазии намного лучше, чем вот Сочи парк-отель. Но там другие траблы. Как мне правильно написали? Типа, ты возьми бумажку, напиши, там, например, еда, цены, там, Wi-Fi, там, типа, развлечения, да, и поставь галочки. И на самом деле, честно, хочу сказать, выиграл Сочи. Потому что, действительно, развлечения. Я уверена, что в Сочи намного больше. экскурсии в Абхазию можно и так взять. Правильно? Правильно. Так что, все, завтра уже куплю. И, блин, закроем мы с вами эту тему. Куда ехать? Я, конечно, понимаю, что я уже тоже надоел. Но, блин, я весы, но мне очень сложно выбрать. Вот. Я очень благодарна, что многие люди действительно нас как бы сориентировали. Вот. Куда, чего и как. А теперь жду ваши заявки. Что осветить, понимаешь ли, в сочах. О, блин, я вся заляпалась. Угу. 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 Вся заляпалась надо с Рафан стереть. У разу не была малинка. Угу. 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 Я вот хочу каждому, всем и каждому сказать спасибо, что у меня есть. Я могу с вами поговорить, я могу с вами поболтать, я могу, по-моему, выплакаться, я могу выплакаться, свои эмоции. Я вас могу почитать, да, то есть услышать вашу историю, вашу позицию. Мне так нравится вот наша комьюнити, понимаете, наша компашка, да, как я вот сегодня сказала, свистать всю команду, ооо, там народу, кстати, там убежало, прям вообще удивительно. Действительно, вот видите, когда нужна помощь, народ прям весь активизировался. Я прям благодарна. Так. Не хочу ушать. Как бы это подцепить-то? Так. Бим-бим-бим. Эх. Ребят, закройте уши, Закройте уши, дайте я уже соберу. Да. Я дико извинялась. Ну, как-то так. Зато вкусно. Как я хорошо. Каждый раз у меня вот эти вот эти... Понимаете, Вовчику, Вовчику, я ему завидую. Ему вообще пофига. Куда, чего, как. Куда отвезут, туда отвезут. Знаешь, что я для себя плохого не выберу? Ой. Хорошо. Хорошо. Кайф. Как хорошо. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Да. Так что всем желаю хорошего настроения и все. Дынька, дынька, дынька. Так, что-то я до арбуза не добралась. Корю себя. Ну, ладно. Горь, ну, все хай, это питание в этом мотеле. Ладно. Так, чего-нибудь червячка затравить и в путь. А то постоянно в отель ты нельзя есть, правильно? Скучно, неинтересно. Цены, конечно, там вообще, я посмотрела, там, цены на пиво, например, да, 250 рублей. Ну, это правда на территории отеля. 250 рублей за 0,5. Вообще так, не по-братски. Человчик хурму, в смысле не хурма, а дынь не ес. Не понимаю. Слушай, сейчас пойду еще какую-нибудь киношку посмотрю. Потому что хочу еще посмотреть. Что-то мне так понравилось вчера. Я нашла на Дзене, по-моему, топ-фильма, который посмотреть. И там такие классные. Я скачала кино, называется Пиноккио. Его пересняли, очень плохой фильм. Все заведуют. Ой, фу, я наелся. Я прям реально наелся. Не хочу, я уже эту дыню. Что я так себе много макаронов навалила. мясо налаживаю. Фух. Вот что называется, аппетит просыпается к вечеру. Да. Всех люблю, целую. Давайте. За вас. Мы едем в Сочи. Мы едем в Сочи. Детка. Это, как я это написал? Короче, мы едем в Сочи. Кайф. Я уже вся возбужденная. Я готова ехать хоть завтра. А мы поедем через две недели. Получается. Или сколько это осталось? Не. Ребятки, сегодня какой час? Да нам осталось-то тут десять дней. Десять дней, и мы в Сочи. Да. Да, 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 да. А, кайф. Пей до дна, пей до дна. Красота. Всех люблю. Всех целую. Всем спасибо. Всем до завтра. Поддерживайте, пишите комментарии, подписывайтесь. Всех люблю. Всем пока. Пока.